Привет! У меня сегодня для вас видео мотивационного характера, и я хочу поделиться с вами несколькими заметками, на мой взгляд, очень важными, естественно, о стиле. Надеюсь, что они вам понравятся и подарят вдохновение. Обязательно сигнализируйте, ставьте палец вверх, если это видео вам понравится, и, конечно же, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, чтобы научиться не только выглядеть стильно, но и жить со вкусом. Мои видео это целая философия, их, конечно же, нужно смотреть в комплексе. Делитесь моими видео со своими подругами, знакомыми, родными. Мне будет очень приятно, и пусть больше людей думают о стиле. Естественно, всех желающих приглашаю вступить в закрытую группу на моем канале YouTube. Это дополнительная доза стиля и красоты. Я в закрытой группе постоянно регулярно публикую посты и провожу один раз в месяц стриминги, где отвечаю на ваши вопросы. Каждый стриминг имеет свою тему, и, конечно же, там уже накопилось больше, наверное, 15 часов супер полезной информации. Все стриминги остаются в записи, и вы можете к ним всегда вернуться, вне зависимости от того, когда присоединились, они доступны будут вам, даже если вы, например, подписались в этом месяце. Поэтому ссылку, по которой вы можете перейти, чтобы вступить в закрытое сообщество, оставлю внизу в описании к этому видео. Лучше это делать с компьютера. Стиль важнее моды. Это совершенно однозначно, и я призываю вас разделять эти два понятия. Мода и стиль, потому что ради моды мы с вами можем... Все, в моде нет никаких правил. Вы носите вещи, потому что она модная и точка. А вот уже подходит она вам, отражает ваш стиль, действительно ли хорошо смотрится на вашей фигуре, и подходит ли к образу вашей жизни. Это все уже не имеет большого значения. Несмотря на то, что уже и в стиле не так много осталось правил сегодня, очень много чего можно, нет никаких строгих табу. Если, может быть, несколько лет назад мы четко с вами знали, где, например, должен был заканчиваться рукав пиджака, мы знали, что босоножки с колготками носить нельзя, это было мавитоном и так далее и тому подобное. То есть сегодня все это нам разрешается, и никто ничего не скажет. Но все же стиль это совсем другой подход, потому что здесь уже не мода принимает решение, а решение принимаете вы и только вы. Но в то же время быть в курсе модных событий нужно, потому что, как бы там ни была, мода влияет на силуэт, и она всегда отражает наше с вами реальное время и те события, которые происходят в окружающем нас мире. И здесь, чтобы не быть жертвой моды и все-таки выдержать тот самый баланс, прежде чем вы будете внедрять ту или иную актуальную вещь, обязательно подумайте, насколько эта вещь откликается вам и действительно ли эта вещь соответствует вашим представлениям о себе и о своем стиле. Хоть и в стиле уже тоже не осталось строгих правил, но в любом случае мы с вами стремимся создать именно гармоничный образ. И чтобы научиться его создавать, нужно научиться смотреть на свой образ в целом и, конечно же, воспринимать свой гардероб в целом. И это тоже тема отдельного видео, я обязательно его запишу, о том, как создать именно гармоничный образ, на каких принципах выстраивается именно гармония и баланс в вашем образе. Чтобы научиться выглядеть стильно, нужно научиться мыслить стильно. Что это значит? Это значит, что вы имеете совершенно другой подход к вещам, в том числе это про креативность, про воображение, про умение мыслить абстрактно и воспринимать вещи совсем под другим углом. Стиль это, прежде всего, образ мысли, и чтобы выглядеть стильно, здесь недостаточно просто закрыть свое тело, то есть у вас какой-то верх и какой-то низ. Если вы просто закрываете свое тело, то это получается кофта джинсы, стиль не получается. У действительно стильных людей одежда выполняет не только утилитарную функцию, одежда подобрана с умом, одежда всегда выглядит гармонично. Вы не можете для себя понять, что такое сделает стильный человек, почему он выглядит хорошо, почему ваше внимание этот человек привлек. Но в то же время совершенно однозначно этот образ является для вас привлекательным, потому что он выдержан в балансе, в гармонии и наш глаз, он улавливает именно гармонию и всегда видит дисгармонию. Нам стильные люди именно и нравятся поэтому, потому что на них приятно смотреть. И я вас уверяю, это всегда продуманный образ. В поисках личного стиля очень помогает определиться с тем, к какому гардеробу вы стремитесь. Это уже конкретный план действия. Я выделяю четыре типа гардероба. Попробуйте найти себя и я думаю, что вам поможет. Первый гардероб это когда вы хотите выглядеть современно, базово и вас мода не сильно интересует. То есть вы хотите, чтобы ваш гардероб хорошо работал, все элементы гардероба друг с другом замечательно сочетались и чтобы утром голова не болела. Второй вариант это когда вы очень любите моду в курсе всех новинок и модных событий и хотите, чтобы ваш гардероб действительно был актуальным, модным. Постоянно добавляете в него новинки, последние тренды и всегда получается, что вы гардероб регулярно постоянно меняете. Третий вариант это немного такой компромисс между базовым современным гардеробом и добавлением в небольшом количестве актуальных вещей. На мой взгляд это самый лучший путь, только так собственно не происходит слишком большого круговорота вещей в гардеробе и в то же время вы не выглядите слишком базово на каждый день. Поэтому подумайте, возможно как раз таки этот вариант про вас. Четвертый тип это гардероб униформа и здесь внимание это не страшное слово, а наоборот я думаю, что вероятно именно гардероб униформа и будет трендом на ближайшее время в связи с теми событиями, которые происходят в мире в том числе. И что такое гардероб униформа? Это когда вы осознанно сокращаете количество предметов в вашем гардеробе и, например, повторяете их в разных цветах. Например, вы понимаете, что вам для того, чтобы выглядеть хорошо, достаточно иметь несколько пиджаков примерно одинакового силуэта, который вам подходит, несколько рубашек, несколько джинсов и в течение года вы их просто меняете в разных цветах. Пример униформы это Карл Лагерфельд, как вариант. Униформа это когда вы пришли к такой точке, когда все остальное вам кажется ненужным. То есть вы выбираете конкретные элементы, те, которые вы любите, носите и те, которые являются для вас квинтессенцией стиля и концентрируетесь только на них. Это хороший момент как раз таки сейчас подумать, к какому гардеробу вы стремитесь, что вам ближе, что вас больше отражает, что вам больше нравится. Потому что мы все с вами разные. Кто-то любит разнообразие, кто-то не любит разнообразие. Кто-то, опять же, любит больше моду, кто-то все-таки стремится больше к стилю. И я вас всегда призываю, чтобы вы стремились больше к стилю. Но, тем не менее, вариантов может быть огромное количество, поэтому обязательно сделайте про себя заметку. Это будет уже что-то конкретное, то есть конкретный план и конкретное направление. Для начала упростите, не усложняйте. Как бы там ни было, белая рубашка современного кроя, она все равно выглядит эффектнее, чем кофточка в цветочек. Поэтому, возможно, именно сейчас отличный момент, чтобы немножко остановиться, подумать, разобраться обязательно со своим базовым гардеробом, потому что сначала простое, потом сложное. Вы помните, что самые стильные женщины и мужчины этой планеты, они всегда выстраивают свой образ на одном, двух, трех, максимум четырех цветах. Обратите на это внимание, и это не просто так, потому что один, два, три, четыре цвета в вашем образе, это наиболее эффектно и достаточно просто. И очень важный момент, стильные женщины, стильные мужчины всегда в своем гардеробе имеют нейтральную цветовую палитру. Нейтральные цвета обязательно должны быть в ваших вещах. Что такое нейтральные цвета? Это цвета, которые остаются актуальными всегда, они вне времени. Какие это цвета? Конечно же, черный, темно-синий, серый, бежевый, белый и их оттенки, например, песочный, молочный и тому подобное. Плюс нейтральным всегда является деним. Именно такие оттенки составляют костяк и базу любого гардероба. Я всегда вам говорю, нам не так много нужно вещей и одежды, чтобы жить со вкусом и выглядеть стильно. Поэтому сейчас, опять же, замечательный момент, чтобы сделать те дела, до которых руки все никак не доходили и нет никаких отговорок, потому что время сейчас есть. Наведите порядок. Только делайте это не как робот, я должна навести порядок, а делайте это с удовольствием. И всегда думайте, почему вы это делаете. Потому что, когда вы осознаете, почему вы должны это сделать, то это совсем, опять же, другой угол восприятия. Я считаю, что порядок ведет к гармонии и совсем другой положительной энергии. Помните, разделяйте, опять же, два понятия. Навести порядок, навести уборку, как нас, собственно, учит Мария Кондо. Это гениально. Я всегда думаю, что подход общий, целостный, вот что является ключом. Может быть, вы дочитаете, наконец-то, эту книгу, которую начали несколько месяцев назад. Может быть, вы, наконец-таки, закончите тот или иной курс, за который заплатили и все времени не было его пройти до конца. Сейчас действительно хороший момент, чтобы сосредоточиться, остановиться, послушать себя, насладиться тем, что у вас есть, и расставить приоритеты, что для вас действительно является ценным и главным. Что касается стиля, конечно же, сейчас, как никогда, очень актуально проявить осознанность в плане выбора. То есть, что вы готовы впустить в свою жизнь, в свой гардероб, а что нет. И, конечно же, основная тенденция будет все-таки на качество, не на количество. То есть, мир нам делает такие подсказки, и они, как никогда, именно сейчас зайдут очень многим людям. И я думаю, что это та тенденция, которая уже набирала определенные обороты, но именно сейчас это действительно каждый из нас прочувствует еще лучше. И, опять же, в этой связи стиль будет важнее моды. Вот такие вот заметки на сегодня. Надеюсь, они вам понравились. Возможно, подарят пищу для размышления, и, может быть, кого-то из вас я смогла вдохновить и мотивировать. Спасибо огромное за то, что вы были вместе со мной. Мы увидимся, как обычно, в следующую субботу. Я вас обнимаю и желаю отличного настроения, несмотря ни на что. Спасибо большое за просмотр и до скорой встречи! Пока-пока!